У отправленного в отставку Медведева остались козыри на руках Политика Власть 17 января 1639 У отправленного в отставку Медведева остались козыри на руках о будущих раскладах в правительстве и транзите власти Алексей Машков Комментарии в просмотров 4134 На фото Дмитрий Медведев Фото Сергей Савастьянов ТАСС Среда в плане событийности выдалась горячей Сначала в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин озвучил предложение по изменению Конституции А через несколько часов премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отставке Кабинета министров мотивировав это решение как раз с изменениями в Конституции Эти изменения, когда они будут приняты по всей вероятности это будет сделано после обсуждения Как и было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции но и в целом в баланс власти В этом контексте очевидно что мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения цитирует премьера РБК На первый взгляд такое объяснение выглядит вполне логичным но стоит немного вдуматься в слова Медведева и понимаешь, что одно с другим прямо не коррелирует На это, кстати, указывает юрист-конституционалист Илья Шаблинский из Высшей школы экономики заявивший Медузе, что никаких правовых причин для отставки правительства нет, так как принятие данных поправок не обязывает министров уходить в отставку Отсюда вытекает вопрос, что тогда толкнуло Медведева на этот шаг причем, склонив к аналогичному решению весь Кабмин Читайте также Медведев сдерживал амбиции Путина на царство американские СМИ надеялись, что бывший премьер займет Кремль Разумеется, связь с посланием президента самая прямая, но не пересекающаяся с объяснением уже экс-премьера Выступив с предложением по изменению Конституции Путин буквально запустил процесс трансфера власти который должен был состояться лишь через несколько лет Очевидно, что президент решил действовать на опережение с одной стороны, не дожидаясь того когда система войдет в период турбулентности с другой максимально задобрив общественность социальными преобразованиями Что говорит о том, что все это тщательно спланированная операция Кстати, на то, что эти два события связаны между собой железной цепью указывает также и тот уровень секретности с которым все было проведено Даже в телеграмме по этому поводу все было тихо Еще за несколько часов до президентского послания никто не мог и подумать, что за ним последует решение Дмитрия Анатольевича уйти в отставку Точнее, решение президента Вышедший к вечеру указ президента означал Что именно Владимир Путин отправил правительство в отставку А не Дмитрий Медведев и правительство подали в отставку сами Президент всылался на П. ВСТ. 83 и П. 3 статья 117 той же Конституции РФ, по которой он может распустить правительство без объяснений и мотиваций Пишет коммерсант Стоп! А почему президент прямо с трябиной не отправил премьера в отставку Что позитивно отразилось бы на его просевшем рейтинге Учитывая народное недовольство фигурой премьера Которая намертво слилась с фразой Денег нет, но вы держитесь и горьким лекарством в виде пенсионной реформы Видимо, потому, что тогда репутация Дмитрия Анатольевича была бы окончательно испорчена И он бы уже не годился для дальнейшей игры, в которой, надо думать, ему отведена определенная роль И, очень может быть, весьма значительно, о чему есть существенные свидетельства Итак, предложив внести изменения в Конституцию Владимир Владимирович буквально очертил рамки трансфера Это, прежде всего, усиление роли парламента Который теперь будет утверждать премьер-министр и членов правительства Иго-совета, который, вполне вероятно, станет еще одним органом исполнительной власти Тем самым, подрезав, разделив функционал Кабмина Что, в свою очередь, скажется на полномочиях будущего президента Которые будут несколько скорректированы Что, впрочем, не дает основания считать Что будущий российский президент превратится в подобие английской королевы То есть фигуру чисто номинальную без какой бы то ни было реальной власти Все поправки, которые Путин инициировал Направлены не на усиление его собственной позиции после ухода с поста президента А на создание механизмов, которые позволят регулировать его разногласия с будущим президентом, если они возникнут Эти механизмы должны заставить будущего лидера осторожнее относиться к фундаментальным основам государственного курса Но это не способ нейтрализации будущего лидера Не случайно Путин подчеркнул, что глава государства остается верховным головнокомандующим Которому будут по-прежнему подчинены все руководители силовых органов Справедливо отмечает политолог Татьяна Становаев в статье «Отставки и предназначения» Как уход Медведева вписывается в транзит власти Совершенно очевидно, что, перераспределяя полномочия, в частности, усиливая Госсовет, что подобной трансформации подвергнется и совбез, главами которых и является Владимир Владимирович Все свободны А вы, Шойгу, останьтесь Усидит ли в окопе министр обороны глава военного ведомства приставку к должности исполняющей обязанности будет носить недолго Насчет второго все ясно и ни в каких дополнениях не нуждается А что касается первого, так строительство союзного государства стараниями строптивого Лукашенко еще далеко до финальной точки А украинский вопрос по-прежнему остается острым и с запахом пороха В общем, работа – непаханное поле С этим все понятно Но какую роль в этой структуре играет отставка Дмитрия Медведева? Здесь следует обратить внимание на ряд обстоятельств Во-первых, высокий антирейтинг бывшего премьера, заработанный на пенсионной реформе и совершенно провальной экономической политике, проводимой к обминам под его мудрым и чутким руководством Учитывая же, что Дмитрий Анатольевич является лидером Единой России, уровень его народной поддержки автоматически распространяется и на всю партию, что в преддверии выборов в Госдуму приобретает критическое значение Таким образом, отставка Медведева, по сути, приравнивается к нейтрализации тождества между правительством и партией власти, частично освобождая последнюю от груза тех будущих непопулярных решений, которые, без сомнения, будут приняты новым Кабмином Во-вторых, покинув пост премьера, Медведев сохранил за собой лидерство в партии А непременным условием стабильного трансфера как раз и является конституционное большинство либо Единой России, либо ее блока с другими кремлевскими проектами Госдуму отправят в отставку вслед за правительством Попытка сделать Путина пожизненным правителем может закончиться перестройкой 2.0 К этому выводу подталкивает также и то обстоятельство, что среди предложенных президентом изменений в Конституцию фигурирует и ограничение президентства двумя сроками без уточнения подряд, которые президент решил убрать из текста основного закона В этом отношении у Дмитрия Анатольевича открывается огромное преимущество, он становится единственным кандидатом, который, если его выберут, будет править точно один срок Для избирателей, уставших от одних и тех же лиц в политике вот уже на протяжении пары десятилетий, это может стать решающим фактором Вот так и выходит, что внешне такой странный ход, как отставка, может иметь далеко идущие последствия с финалом в виде президентства Разумеется, все может 10 раз поменяться, однако что-то подсказывает, что не зря Дмитрия Анатольевича убирают с прицела общественного внимания Тем более, никто ведь не знает, как поведет себя новый глава Кабмина Михаил Мишустин Может, в сравнении с ним премьерство Медведева покажется временем благоденствия и процветания Сыграть на контрастах это едва ли не единственный вариант для Кремля провести трансфер так, чтобы система не разлетелась к черту на куски Особенно, исходя из того, что, судя как по посланию президента, так и по заявлениям нового премьера, социально-экономический курс остается прежним Власть, назначение Мишустина, иллюзия левом повороте и модернизации быть не должно Новости внутренней политики в СМИ узнали о возможных планах Дмитрия Медведева после отставки Дмитрия Медведева